МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Внимание, гололед! Госавтоинспекторы просят водителей быть внимательными. Хазели как лучше, а получили еще больше таксистов-нелегалов. Есть ли управа на бомбил? Школьники из Ноябрьска стали обладателями президентской премии. Это награда за победу во Всероссийской Олимпиаде. Начну с предупреждения ГИБДД. Внезапно выпавший ночью снег привел к тому, что днем на городских дорогах образовался гололед. Количество аварий увеличилось. Несмотря на то, что дорожники стараются посыпать опасные участки дороги, бдительность, настаивают госавтоинспекторы, отключать не стоит. Большая часть жителей города недовольны тем, как управляющие компании справляются с уборкой снега. В нашей группе ВКонтакте мы провели опросы, вот какие ответы получили. Более чем из восьми сотен опрошенных, только 9%, ответили, что снег убирают вовремя. Не совсем довольны работой коммунальщиков 30%. Замечания есть у 32% и еще 27% категорически недовольны тем, как из их дворов вывозят снег. А сегодня на нашем сайте noyabrys.rf началось новое голосование. На этот раз мы предлагаем жителям города определить, кто же такая чупакабра. Заходите и выбирайте свой вариант ответа. Окружной совет по развитию малого предпринимательства завершен. Итогом двухдневной работы стала резолюция, основанная на пожеланиях предпринимателей, которые лягут в основу разработки окружной программы по развитию малого бизнеса Ямала на ближайшие три года. Своего рода договор между окружными властями и местными бизнесменами. Члены совета отмечают, что документ предусматривает много нововведений. Однако есть и пункты, которые не изменились. Безусловно, сохранится имущественная поддержка, сохранится финансовая поддержка. Эти виды поддержки предусмотрены федеральным законом, который регламентирует порядок оказания такой поддержки. Безусловно, останутся мероприятия, связанные с интеллектуальной подготовкой потенциальных участников предпринимательской работы. То есть это обучение, это мероприятия, в том числе направленные на популяризацию предпринимательства. Действующие по букве закона или законом преследуемые. Вот уже почти два года, как в России, деятельность таксистов регулируется нормами законодательства. Правда, регулируется это громко сказано, утверждают сами извозчики. Изначально введение закона о такси должно было резко сократить число так называемых бомбил. На деле же их стало только больше. Проблемы ноябрьского такси обсуждали в городской администрации на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Кирилл Мигель выслушал все стороны. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Закон о такси, который работает без малого два года, на деле, говорит руководитель соответствующей отраслевой секции ноябрьского союза предпринимателей Александр Бондарчук, не только не работает, но и в первую очередь сбьет под тем, кто решил его соблюдать. Ноябрьск в этом плане все больше напоминает театр боевых действий. И расклад сил здесь явно неравный. Так называемых бомбил на дорогах не то, что не стало меньше. Их больше в разы. Причина тому – отказ работать легально и сдача лицензий десятков водителей. Такое вот своего рода дезертирство. Практически два года назад в этом зале Андрей Иванович Косяненко собирал всех таксистов и призывал к тому, что все-таки нужно работать по закону. А Швецов Сергей Николаевич здесь, в этом зале, объявил всем таксистам 14 способов у него, чтобы повлиять на данную ситуацию, чтобы навести порядок. Порядка нету. Приводит Бондарчук и конкретные цифры. На 10 апреля в Ноябрьске официально работает 301 таксист. Мало это или много в масштабах города с населением 110 тысяч человек? Судите сами. Для сравнения, в Губкинском открытых лицензий почти столько же. А вот население едва переваливает за 23 тысяча. Нежелание людей регистрироваться вполне понятно. Здесь все упирается в деньги. 6 тысяч рублей – это лишь стоимость регистрации. А еще нужно открыть ИП – 800 рублей, плюс налоги, страховые взносы в пенсионный, а также ежедневные расходы на медосвидетельствование и техосмотр. Можно сказать, что на сегодняшний день быть мобилой гораздо выгоднее, чем официальным таксистам. Также отмечу, что зафиксированы факты закрытия ИП и сдачи разрешения. Тем самым легальные таксисты опять переходят в разряд нелегальных. Сколько человек в городе работает в обход закона, подсчитать практически невозможно. А вот разницу между работой легальных и нелегальных извозчиков, по идее, должны были заметить горожане. И, как показал наш опрос, работой городских служб такси они вполне довольны. Вы знаете, все прекрасно. Меня никогда не обманывали, никогда не... Это очень вежливо, очень обходительно. По телефону отвечают добрым голосом. Все прекрасно. Быстро приезжают. Вроде все вежливые. И диспетчеры, и водители. Никогда не торопятся, не заставляют долго ждать. Я пользуюсь в хорошем такси, и меня все устраивает. Не пугает таксистов и штрафы, хоть они и велики. Не выдал пассажиру чек – тысяча рублей. Нет на крыше шашечек – еще три. Разрешения – целых пять. В общем счете, получается кругленькая сумма – 9 тысяч рублей. Правда, доказать, что конкретный человек целенаправленно таксует нелегально, практически невозможно. В случае чего пассажиры и извозчики оказываются то дальними родственниками, то друзьями детства. А за услугу водитель и не думает брать с человека деньги. Давайте сделаем совместное дело. Помогите, пожалуйста, нам своими силами. Потому что я, если честно, руки опускаются. Два года мы просто стоим на месте. Стратегия победы, говорят общественники, уже выработана. Всего-то и нужно обозначить места дислокации войск легальных таксистов специальными знаками. Провести автопробег, то бишь продемонстрировать свою боевую мощь. Ну и последнее – ловить нарушителей, что называется, от бордюра. Кирилл Мигель, Григорий Курпцев и Виталий Харченко. Новости нашего города. Очередной наезд на пешехода под колеса иномарки попала 50-летняя женщина. Это случилось на перекрестке Мироизыскателей. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель Хундая дорогу ей не уступил. Виновник аварии оказал пострадавшей помощь и сам отвез ее в больницу. Женщина сейчас находится в стационаре. У нее многочисленные переломы и ушибы. 200 тысяч собрано, еще необходимо 400. Двухлетнему Кириллу Якимову, который болен ДЦП, необходимо ехать на реабилитацию в Китай. А денег у семьи не так много. Год назад, благодаря помощи жителей города, им уже удалось побывать в Китае. После трех месяцев, проведенных там, состояние мальчика намного улучшилось. Он начал переворачиваться, у ребенка окрепла спина и появилась опора на руки. Для закрепления уже полученных результатов и достижения новых необходим второй, более длительный курс. Цена вопроса 600 тысяч рублей. Из них 200 уже собрано. Необходимо еще 400. Родители Кирилла, главная мечта которых поставить сына на ноги, будут благодарны любой помощи. 4 тысячи детей и подростков из Ноябрьска отдохнут в этом году в городских и российских лагерях и здравницах за счет местного, окружного и федерального бюджетов. На эти цели предусмотрена сумма, равная прошлогодней, это 30 миллионов рублей. География, где побывают маленькие ноябрьцы, обширна. По традиции это побережье Черного и Азовского морей, а также Тюмень и Подмосковье. Некоторые спортсмены отправятся в Киргизию на спортивные сборы, а юные археологи в экспедицию в Челябинскую область. А здесь на месте будут работать пришкольные, летние лагеря, детские площадки и, конечно, ноябрьская кругосветка, к которой в этом году хочет присоединиться молодежь из Муравленка и Нового Уренгоя. И кроме того, впервые в этом году Ноябрьск для организации детского отдыха получил субсидию из округа. На что пойдут эти деньги, сегодня говорили на заседании постоянных депутатских комиссий Городской Думы. Впервые в этом году нам выделены субсидии за счет средств окружного бюджета и переданную нашему управлению в рамках реализации программы окруженно-долгосрочной организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Молоневском автономном округе. По данной программе будут организованы следующие мероприятия. Это мобильная программа деятельности летних площадок, трехдневные комбинированные туристические походы с элементами горного туризма, культурно-образовательная поездка, православный детский центр, горный посадка, Сандарский край, Обшарынский район, дети поедут из православной гимназии, поездка в культурно-образовательный центр «Этномир», Калужская область, молодежная экологическая и туристическая программа «Большие приключения Карелия» и комплексная программа «Школа летнего мастерства». А вот взрослым, которые собираются в отпуск и имеют право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, специалисты социальной защиты населения напоминают, что она предоставляется только на полгода, и по истечении этого времени необходимо снова предоставлять документы, подтверждающие право на ее получение. Если этого не сделать, установленный срок за пропущенные месяцы субсидия насчитываться не будет, так что людям необходимо самим следить за сроками, особенно в период отпусков. Кстати, на сегодня в Ноябрьске воспользоваться субсидией на оплату ЖКУ право имеет чуть более 2000 семей. Сейчас мы знаем, что у нас сезонный будет выезд горожан, особенно пенсионеров, не работающих, работающих в центральные районы России. И в связи с этим мы рекомендуем гражданам, которые получают субсидии и у которых период выпадает на время предполагаемого отсутствия, обратиться заранее и переоформить субсидию раньше, до окончания периода текущей субсидии. Это возможно. Сегодня в городском отделе МВД чествовали тех, кто верой и правдой служил ведомству с момента его основания. 17 апреля отмечается День ветеранов, органов, внутренних дел и внутренних войск. Я еще раз хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов накануне 30-летия нашего отдела, который будет у нас в мае этого года праздноваться. Почетными грамотами от Совета ветеранов МВД и памятными адресами за многолетнюю и безупречную службу были отмечены 22 человека. Еще один получил медаль от организации. Поздравление стихли лишь на минуту, минуту молчания, в память о тех, кто погиб во время исполнения служебного долга. В конце мероприятия ответное слово взяли и сами ветераны. Они посоветовали действующим полицейским не спешить с выходом в отставку. Не торопитесь к нам, не торопитесь по полной труды пенсионеров. Я вам скажу, ваша задача – это хорошо и верно служить Родине здесь, в этом строю, и служить верой и правдой своему государству, Родине, своему народу, обществу. Министерство образования и науки готовит новый порядок проведения государственной итоговой аттестации для студентов вузов. С 2014 года все дипломные работы подлежат обязательной публикации. Проект соответствующего приказа опубликован 16 апреля на официальном сайте ведомства. Победитель всероссийского этапа по химии – ученик из Ноябрьска. Олимпиада проходила в Курске, наш город представляли там два ученика из первой гимназии. Это Артем Байчук и Александр Василюк. Оба выступили достойно и стали обладателями президентской премии. Артем победил среди 11-классников, а Александр стал призером Олимпиады. И тот, и другой ученики – Александра Лисича. Уже через два дня Артем Байчук полетит в Ташкент на международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии. Кстати, вопрос, куда поступать учиться, перед молодым человеком уже не стоит. По результатам Всероссийской олимпиады прошлого года, а тогда он стал победителем среди десятиклассников, Артем уже завоевал право без вступительных экзаменов стать студентом Московского государственного университета. Есть какие-то задачи, которые невозможно решить на максимальный балл, по крайней мере. Есть все равно сложные моменты, но они в любом случае будут. Каждый год там тоже, знаете, преподаватели, они там стараются составить такое, что-нибудь ядреное такое, чтобы никто не порешал. Поэтому сложности всегда возникают, конечно, при решении. Они гораздо выше уровня. Они больше нацелены на то, что ты уже знаешь химию в основах. Ты умеешь уже определять вещества, определять элементы, находить нестандартные методы решения задач. Я недоработал немного. Не все правильно сделал, не все доучил. Плюс были ошибки по невнимательности, ошибки вычислительные, глупые ошибки. Но все эти ошибки проанализируем с преподавателем и постараемся исключить их в следующем году. И на сегодня это все. Ну а сразу после новостей смотрите актуальное интервью с управляющим филиалом «Газпромбанка» в Сургуте Максимом Нигматурином. А я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 18 апреля в Сальхарде облачно, без осадков. Ветер южный, температура 6 градусов морозов. В Муравленко небольшой снег, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура 3 градуса ниже 0. В Ноябрьске облачно, возможен снег. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура минус 1 градус.